здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на моем канале сегодня хочу показать и рассказать вам как я добиваюсь малины вот так вот размером и прекрасного урожая который вам показывал уже на своем участке плюс плюс ко всему с этого сорта джон джей которая называется ремонтантный сорт я добиваюсь плодоношения с начала июня и до самых до самых морозов до ноября месяца она у меня плодоносит как есть видео на канале подписывайтесь смотрите я показывал как обрезать ремонтантную малину так чтобы она плодоносила с июня месяца и так вот наш крайний ряд который плодоносил с июня он уже отплодоносил пришло время убрать его чтобы он не мешал побегом этого года которые выросли уже под два метра чтобы он не мешал не забирал силы не забирал свет и так займемся уборкой этих стеблей для начала дезинфекция инструмента как всегда друзья вы знаете я очень щепетилен в этом плане смотрите я уже немножко сделал вот я креплю каждый стебель друзья каждый стебель я креплю к шпалере вот такими от стяжечками это вообще одноразовые но можно использовать их два раза если поиграться булавкой вот с этой стороны под язычок и можно расстегивать использовать повторно я их использую один раз во всех строительных магазинах они продаются стоят относительно недорого поэтому я их срезаю секатором легко срезаются без проблем главное аккуратно чтобы не куснуть проволоку не затупить секатор и так друзья наши прошлогодние кусты от плодоносили что мы с ними делаем и так друзья старые легко отличить побеги от молодых старые коричневые уже задеревеневшие молодые зелененькие что мы делаем со старыми побегами мы их по уровень земли срезаем срезаем полностью под уровень земли вот так вот так итак друзья вырезаем все старые побеги и важно очень важно этим побегом уже полтора года ни в коем случае их не оставлять на участке или сжигать или выкидывать за пределы участка почему потому что за время жизни этих побегов в них накопилось огромное количество и вредителей и всяких патогенных микроорганизмов которые при благоприятных условиях обязательно проснуться и будут вредить нашим молодым кустам поэтому или убираем с участка или сжигаем не надо их оставлять не в компост не мульчу никуда не используем эти старые побеги это крайне важно итак друзья что мы добиваемся обрезкой старых стеблей смотрите сразу же у нас открылась намного больше места что я сейчас буду делать я возьму 100 молодые побеги и заполню ими с той шпалеры на эту и равномерно распределю почему малина крайне восприимчива к свету она не выносит затененных мест может быть с утра или вечером если разреженная тень на нее попадает это ничего но основное время дня должно быть солнечно это крайне важно это залог хорошего результата поэтому солнце освещение крайне важно за этим нужно следить если рядышком есть какие-то деревья лучше их или опилить или малину пересадить она плодоносит только на солнце хорошо итак следующим очень важным моментом в деле выращивания малины является полив малина очень любит полив поэтому ее поливать нужно обильно и часто но болото под кустами делать не надо просто не допускать пересыхание грунта под кустами и на помощь в этом деле к нам приходит мульчирование мое любимое мульчирование я очень люблю этот агротехнический прием и использую его практически на всех растениях доступных смотрите мульчирую я чаще всего соломой большим слоем ложу изначально и в течение сезона добавляю добавляю мульчи мульчу потому что она со временем перепревает это является дополнительным источником питательных веществ поэтому ее нужно периодически добавлять потом друзья очень важно обращать внимание на нормировку малины об этом у меня было отдельное видео на канале есть сейчас просто уточню на погонный метр на погонный метр мы оставляем 15 растений 15 лоз среднем их мы обязательно подвязываем на шпалеру шпалера это крайне важный прием в выращивании малины потому что без шпалеры лозы падают а если они представьте таким размером как у меня под два метра она сама собой не выстоит поэтому обязательно подвязываем я подвязываю на шпалере трех точках каждая лоза у меня подвязана в трех точках и фиксируется надежно никакой ветер ураган никакие птицы ничего не помешают им стоять так как я их зафиксировал как я уже говорил использую для этого строительные стяжки еще очень важным моментом является на периодическое удавление поросли потому что внизу малина постоянно дает корневую поросль ее нужно периодически проходить и удалять но не рвите ее пожалуйста руками потому что корневая система малины находится очень рядышком возле поверхности земли можно просто ее повредить секатор ножницы на худой конец можно отщипывать когда побеги молодые ногтиком отщипывать очень легко это делается то есть нужно следить за этим потому что кажется побеги маленькие молоденькие но они забирают силу наших кустов которая могла бы пойти на формировку ягод так друзья по поводу шпалеры хочу рассказать вам более подробно сейчас на эти листики уберем чтобы было видно смотрите у нас я ее сделал из дерева потому как сварочного аппарата тогда еще не имел сейчас приобрел сварочный аппарат будущем планирую вываривать металлический так деревянный брус 40 на 40 4 сантиметра на 4 вертикальная опора земли и забил на 50 сантиметров и вверху у меня метр шестьдесят еще и три опоры три перекладины 50 60 и 70 сантиметров то есть я уже говорил каждая лоза вот у меня крепится в трех точках и она никуда не двигается с места то есть вот такую вот шпалеру я сделал друзья чтобы добиться хорошего результата хорошего урожая от малины и и нужно правильно обрезать что значит правильно обрезать если сорт ремонтантный как у меня она обрезается весной вернее осенью под уровень земли под 0 так сказать под 0 если нужно оставить на плодоношение в июне какую-то часть тогда она обрезается где-то на уровне восемьдесят тире метр обычно для меня ориентир ориентиром является первая первая веточка второго порядка выкинутая в сторону вот где-то на таком на такой высоте я обрезаю ремонтантную малину если хочу получить урожай в июне если я хочу получить стандартные урожаи с июля по ноябрь осенью вырезаем под землю я вырезаю малину под землю и сверху насыпаю горкой хороший двух трех летний компост и питательная среда и лучшее укрыв на зиму чтобы не вымерзла потому что корневая малины идет не не глубоко заложено потом друзья важным фактором хорошем выращивании малины является подкормка как я произвожу подкормку первую подкормку я произвожу в мае об этом у меня было видео я уже вам говорил об этом потом когда начинает плодоносить вот сейчас то есть ремонтантный сорт то есть вот в середине июля уже произошло цветение и наливается наша малинка да я произвожу повторную подкормку из чего она состоит она состоит исключительно главный главное исключить азот то есть рост нам уже не нужен калий магний и зола вот по поводу золы я хотел отдельно с вами поговорить чтобы вы не путали золу с пеплом зола это не полностью еще перегоревшие частички древесины да то есть они черный на цвет и там есть еще не перегоревшая древесина пепел пепел является просто пылью до полностью перегоревшим в ноль деревом или друге другой органикой я стараюсь сочетать органические удобрения с минеральными то есть сейчас я внесу под корень калий магний где-то по столовой ложке по 2 на погонный метр суперфосфат добавлю тоже по столовой ложке на метр и обязательно обязательно золу не пепел золу добавлю золу ну где-то по 3-4 столовые ложки тоже на погонный метр подкормка это очень важно если вы хотите получать малину длительный период времени на одном месте не пересаживая ее никуда не занимаясь никакими другими способами ее рекультивации то есть на одном месте мы выращиваем малину не забываем ее кормить очень важно и еще важным фактором в выращивании малины является борьба с вредителями и болезнями сейчас на этом этапе развития куста я уже не могу обрыскивать допустим от вредителей болезней химпрепаратами да потому что у нас идет активное плодоношение поэтому нам на помощь если приключилась такая неприятность и какие-то болезни или вредители в основном из вредителей это от тля до из болезни это всякие такие вот ржавчинки могут быть использовать я рекомендую природные препараты допустим залу залу мы разводим 300 грамм залы в 10 литрах воды добавляем туда 30 грамм хозяйственного мыла и в сухую безветренную погоду вечернюю желательно дать чтобы не было прямых солнечных лучей опрыскиваем нашу малинку мы боремся и с вредителями и вреда не приносим себе потому что это природные препараты которые не вредят человеку вот что я хотел сказать об уходе за малинкой друзья сейчас я пройдусь и пронормирую свои ряды чтобы они были равномерно распределены на две стороны потому что здесь ряд я освободил сейчас покажу что вышло с этого вот друзья я закончил свою работу по перекидыванию и распределению лоз вот так вот они теперь выглядят равномерненько сейчас покажу с этого ракурса вот смотрите добавил соломки внес минерально-органические удобрения удобрения в гранулах почему гранулах люблю потому что они постепенно растворяясь действует длительный период сейчас хорошенько залью и все такой вот уход за малинкой летней а вам желаю хороших урожаев друзья подписывайтесь на канал ставьте вопросы задавайте вопросы вернее пишите комментарии всего хорошего хороших урожаев друзья до свидания